И в огонь, и в воду ради спасения жизни. Свой профессиональный праздник отмечают представители, пожалуй, самой героической профессии – День спасателя. 27 декабря считается днём основания чрезвычайного ведомства. И пусть праздник наступит только в воскресенье, заслуженные награды специалистам вручили уже сегодня. В числе награждённых и диспетчер Наталья Черных. В профессии 10 лет. Она и спасатель, и психолог. В единую диспетчерскую службу ежедневно поступают тысячи звонков. Здесь первыми узнают о беде. Где-то пытаемся или подсказать номер, куда можно обратиться, или соединяем, или сами передаём проблемы жителей, доводим до определённых организаций. А что самое сложное? Самое сложное, наверное, оставаться людьми, потому что в связи с эпидемией коронавируса очень многие люди обослились. И многие не знают, как им быть в такой ситуации. И мы пытаемся помочь, чтобы не было таких ситуаций. Успокоить людей. Всего в торжественный день наградили 18 человек. Благодарственными письмами и дипломами отмечены горожане, которые помогали в спасении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Если говорить про именно спасатели, им совершено более 4 тысяч выездов на различные происшествия, в ходе которых спасено 164 человека. Это и на водоёмах, это и в других ситуациях. Мы находимся вот в ЕДДС, это единая дежурная диспетчерская служба, которая работает в системе 112. За текущий год на сегодняшний день принято и обработано 535 тысяч обращений граждан. Год отмечает управление ГОЧС сложный. Ранее весна и засушливое лето. Противопожарный режим длился не 3-4 месяца, как обычно, а 9. Не позволяет расслабляться ни на минуту и пандемия. Рейды по соблюдению масочного режима, дезинфекция мест массового пребывания людей. Профилактики распространения коронавирусной инфекции спасатели уделяли и уделяют особое внимание, как и профилактике всех чрезвычайных ситуаций. Если спасение из пожаров, еще где-то мы видим и знаем, слышим об этом, то вот ту большую работу профилактическую, которую они делают, к сожалению, она незаметна. А ведь для того, чтобы можно было купаться в водоеме, для того, чтобы можно было ловить рыбу, для того, чтобы можно было прогуливаться в лесу, спасатели проводят огромную работу именно по профилактике, по предупреждению, по отслеживанию. Они первыми приходят на помощь, рискуют своими жизнями, спасая других. Не за медали и звания, а просто потому, что это их работа.